Сделано в Вятке Сделано в 71-й, я уточню, в 71-й год мы сегодня идем, да? Поехали в 71-й. Но у меня вначале небольшой постскриптум такой образовался к 70-му. Все-таки годы нулевые, они вот знаковые, они определяют целое десятилетие. И поэтому вот нашел небольшой стих, пусть он такой непрофессиональный, там нелепый, нескладный, но вот я все-таки его прочитаю. Обычно собирались мы на Пушкина 13, на Лавочке у третьего подъезда, и это было время целоваться и влюбляться, ведь впереди годов счастливых бездна. Урили несерьезно, понемногу выпивали, в карманах рубль смело чивать силы, ацку и не для выгоды, в очко с бурой играли, мы не были тогда библиофилы, рутили ободзинского в динамик из-за оша, клешами подметали тротуары. Девчонок в мини-платьях и правила в горошах пленяли наши песни под гитары. О чем-то балагурили и громко хохотали, старух из дома этим раздражая. Ребята той поры всегда-то время ротали, по вечерам объединялись в стаи. В ино ходили одлою и ею же на танцы, а там струна гитарная стонала, и вспышки светомузы и огнем протуберанцев переливали свет в пространстве зала. Мы просто проживали, хотели нашу жизнь и ни о чем великом не мечтали. Обычные годов 70-х типажи девчата и ребята не из стали. По улицам ночным затарахтели мотоциклы, умчав подруг рассвету от заката. А в памяти остались навсегда четыре цифры год 1970-й. Ну, не такое уж, кстати, самодельное, а вполне симпатичное стихотворение. И, кстати, на самом деле. Все, поехали в 71-й. Все так и есть, 71-й, да. Ну, 70-й нам задал импульс, поехали в 71-й. И сразу поехали в апрель 71-го. В апреле 71-го года город Иров потрясло новое веяние моды. И оно было чрезвычайно массовым. С этим может, на мой взгляд, сравниться только явление массовое начала 2000-х, когда все дамы оказались вначале в розовых штанах, а потом в бежевых. Помните, такое было. И вот внезапно в моде стали вязаные шапочки. Вязаные шапки имели форму таблетки с озряком и с отгибающимися ушами. Вспомнил. Вот, да. Они были розовые, синие, зеленые, бежевые. А чем они были доступны? То, что ведь, в принципе, особо ничего не купить. А тут зарядили всех бабушек, мам, подруг, и все вязали эти методы вязания. Были в журнале «Работница», еще всюду-всюду доставали. И все бросились вязать эти шапки. Они были тяжелые. Вот у меня даже была, мне бабуша связала. И весь город в едином порыве оказался в этих вязаных ртузах всех оттенков. Я даже посмотрел по фотографиям, еще, может, даже ого-то и моль не съела. Но это было чрезвычайное по массовости такое-то явление. Не думал, откуда это все взялось? С чего вдруг так вот? Видимо, где-то тогда были в моде и финн, и вот и руглые, но и сукна, шапп, и овязанные. Это что-то свежее. Просто удачно, в нужное время, в нужном месте. Особенно пикантно, когда эти длинные волосы из-под этой шаппи. И вот с зряком они были универсальные. В школе ее с омпал в портфель. Да, она мягкая. Ну, а так еще носили, кроме них, вот, были популярны тогда, особенно, вот, где-то, ну, скажем так, у ПТУшников или чего-то. Почему-то называли их восьмиклин, и на самом деле это были восьмиугол. И это, знаете, это с углами вот фуражки, лаированный зырек, и вот в восемь углов вот и носили прямо на глаза надвинутые хулиганские эпочки были. Вот потом их таксисты одно время носили. Вот, ну, забили, конечно, вязаные шапки. Все, все про все. Вот такая была весна 71-го года. Ну, и в целом, что же у нас проходило? Очень симпатичный год. Ой, это раз самое такое сладкое время застоя. Да, еще, в принципе, в магазинах. Ну, все не все, но... Ну, да, оно хватало. Без того, у нас все было. По тому ассортименту все было, да. И к тому, что мы привыкли. Год без особых потрясений. Войны инфликтные, очень локальные. На земле витала аура доброты и любви. Хиппи по-прежнему втыкали цветочки в стволы автоматов. Оказалось, что вся планета, отрастив волосы и надев джинсы с бахромой, приплясывает под мотивы оперы Иисус Христос Суперстар. Или вместе с Джорджем Харрисоном собирает средства на помощь пострадавшим в Бангладеш. Даже вечный огонь двух антиподов СССР и США была такая мирная, в космосе, без взаимных упреков. Ну, конечно, вот я подробно прочитал. Буквально по дням стремились попасть на Луну или куда-то еще. На Марс запускали. Но, тем не менее, были и достижения. В 1971 году США запустили Аполлон-15. После посадки на Луну и Паш совершил три выхода. На поверхности проехал на лунный тележ 28 километров. Ну, вот в ту пору уже стала появляться хорошая музыкальная аппаратура. То есть, вот не абы что там звучало, лишь бы из какой-нибудь робочек или чемоданчика уже стало появляться такое понятие о хорошем звуке. Уже как бы хай-фай еще не называли, но, тем не менее, у нас стали появляться солидные аппараты стерео. А вот в США уже квадро. Но не получили развитие квадрофонической аппаратуры. И в этом же году раппарат, не поверите, раппарат Intel изобретает первый микропроцессор. То есть, прибор на одной микросхеме, который используется в компьютере. Модель 4004. Да. А Ролин Стоунс образовали фирменную фирму грамзаписи Ролин Стоунс Рэкерс. И появился знаменитый торговый знак фирмы. Выслан это язык. В Чили происходили волнения оппозиции, названное струльным бунтом. Что-то мне это напоминает. Протестующие разбили автомобиль президента Сальвадора Альенде. То есть, они не просто кастрюльками гремели, они еще... Они разбили. То есть, где-то гремели, но чему это привело известно, а тут и разбили. В 1971 году он еще пока устоял Альенде. Устоял, но недолго ему оставалось. Ну, в Питтсбурге состоялась постановка оперы Ллойда и Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Мы о нем и в прошлом году говорили. Во Флориде открылся парк Уолл Дисней. Гражданская война в Бангладеш завершилась. Ну, собственно, Бангладеш в этом году появился, скажем так. Великолепный этот живой концерт. Впервые в истории музыки. Благотворительный концерт в поддержку голодающих Бангладеш. До сих пор его можно слушать и надо слушать. Он есть и в видеоформате, и в аудиоформате. И, не поверите, в 1971 была, но не у нас, конечно, разработана, первая программа для отправки электронной почты. Вот, наверное, что-то и отправляли. Ну, вот самое интересное, да, на самом деле, смотрел микропроцессор в 1971 году. Кстати, еще интересная штука. Это Intel выпустила микропроцессор, а Sharp запатентовала карманный калькулятор. В этом же году, то есть, понимаешь. А такое ощущение, что вот эти все вещи, они каких-то вот уже нового века, да? Ну, вся эта комплективизация... Да-да-да, а у нас были машин и Быстрица в ту пору... Арифмометры еще были, вот эти с ручками. Да, Быстрица и тот же арифмометры. Просто там рутил, надо было не рукой, а электромоторчик рутил, и цифры тоже выходили. Там совершенно другой принцип набора. Обычно же на арифмометре цифру, которой надо действие совершить потом, значит, действие потом другую. А вот мне принесли в музей Быстрицу, я долго-долго разбирался, там, например, 3 умножить на 2. Там довольно сложный процесс. Ну, вот пробежимся еще по СССР, что у нас было. Принят был 9-летний план, в котором был предусмотрен рост выпуска потребительских товаров. Об этом много говорили в начале принятия планы. Вот радиоточки не умолкали, которые там висели на стенах. И, в принципе, забегая вперед, скажем, что план 5 лет и останется невыполненным. Особого роста товаров не наметилось, а наоборот, это спад уже, к концу 70-м. Вот еще тайна года, покрытые АЗВС, события были крутейшие в СССР. Активисты еврейского правозащитного движения, протеста против запрета на выезд из СССР, захватили помещение ни много ни мало президиума Верховного Совета СССР. Было такое дело. В газетах, конечно, ни слова, но я даже не знал. Видимо, слухи ходили, но не знаю, чем это все завершилось. Ну, слухи ходили и западные, это станции СССР сообщали. Захватили, ну, надо же. Ну, там, насколько я помню, все обошлось без жертв. И где-то довольно-таки в скором времени. Зато жертвы были другие. Вот трагедия года, это при возвращении на Землю Союза-11 произошла разгерметизация. Погиб весь эйпаж Георгий Добровольц и Владислав Волков и Виктор Пацаев. Ну, в этом же году впервые, ну, видимо, гонялись и мерялись. Кто там дальше может запулить аппарат? Запустили Марс-3, который совершил посадку на поверхность Марса. Ну, проехал даже, сколько это метров, но через 20 секунд аппарат скончался. Ну, ничего, бывает всякое. Вот у Израиля буквально вчера даже 20 метров не проехал. Не проехал, просто раздался при посадке. В 71-м умер Ита Хрущев. Это не очень заметно прошло. Незаметно, но в газетах опубликовали. Он уже был пенсионер союзного значения. И в том же году утвержден текст присяги врача Советского Союза. В медвузах, видимо, вместо клятвы Гиппократа. Ну, наверное, адаптировано было. Ну, это, видимо, какой-то вариант такой. Клятва Гиппократа просто с советскими терминами. В СССР начался премьерный показ телесериала «Следствие ведут знатые». Да, в принципе, он и не устарел, наверное. Ну, сейчас немножко забавно их смотреть, вот эти первые серии. Но тогда никто же от телеза не отрывался. Это я помню. Это и легкие шалости, которые... Ну, вот отдельные недостатки, да. Отдельные недостатки уже вскрывались. Которая элитная, гиперумная, гиперподтянутая, вся наглаженная милиция ненавязчиво устраняла. Но, тем не менее, это все-таки первый детектив. Ну, забавный был полный сериал, интересный был, да. Кстати, еще в том году сериал вышел классный. Это, если ты помнишь, по телеку пошел. «Тени исчезают в полдень». Помнишь такой фильм? Какой фильм? «Тени исчезают в полдень». Шестисерийный, да. Вот в этом году начался показ его тоже. Я помню, что, когда появлялись вот эти первые сериалы, например, «Представить двор Хрущев», и там дети в футбол играют, и это бабки сидят, вяжут мамы с алясками, мужики в домино стучат. А окна открытые, и вот эти первые позывные, там, это «Гляжу, возьму, синие». «Гляжу, возьму, синие, в полях ромашки». Ну, и все, весь двор пустят. От мала до стара. Все сразу бегут к телевизору. Исчезают, рассасываются, чтобы, видимо, шум не мешал. А потом весь следующий день на этих лавках обсуждают, что там Фрол сказал, что там кто-то еще сказал. Она как на него посмотрела, а вон что. Почему же он такой скотин, а то, знаешь, вот так все горячо это обсуждалось, боже мой. Хотя, вроде, такая история довольно незатейливая это была там, да. Ну, первые были у «Грюмри А», вот тени исчезают в полдень, а потом уже пошло-поехало уже до 17 мгновений, пожалуй, апогея дальше, снова спад. Но, тем не менее, вот я уже говорил, цветных телевизоров практически и не было, но в 71-м была мода раны. Вот мне в музей принесли, кстати, вот я наконец-то раздобыл эту цветную пленку. А, пленку, которую на ран такую наклеивали. Сверху голубая, снизу зеленая. Снизу и в средине, там, нет, в средине зеленая, а снизу речного. Иногда это совпадало, но иногда вот были синюшные, и это уже там непонятно. Да, 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 но если лицовый весь экран был, а, соответственно, голубой лоб, там у него цвет неба. Но все равно эта иллюзия создавала такого какого-то доброго цвета в комнате, да, цветное что-то переливалось. Это эти телевизоры, я хорошо помню. Вот исчезали из дворов там. Ну, не могу не упомянуть, что Троепольским писатель был такой написанной книгой «Белый Вим, черное ухо». Ну, она более трогательная, конечно, чем ино, там уже слишком все размыто было. Но, тем не менее, очень многие про эту книгу узнали из фильма. Фильм все-таки был довольно-таки интересный, с хорошим актерским составом. Но это позже уже было. Ну, вот после «Каштан» и «Белого пуделя», наверное, вот первый такой. Ну, вот у нас все было вроде более-менее стабильно, все было хорошо, а все-таки 71-й – это год катастроф. Ну, вот в результате, дав и на футбольном стадионе «Айброс» парк в Шотландии, в Лазго погибли 66 человек. В Лос-Анджелесе случилось землетрясение, 59, погибли сотни, получили ранения, ущерб – миллиард долларов. Лавина обрушилась в озеро, вот возникла грязевая цунами. Вот в Перу вообще вот катастрофа там 600 человек тоже от землетрясения. Большая часть жителей поселок Ашунгар в Перу. Ну, вот еще тоже загадка года, что почему-то в самой загадочной авиаэтострофе над Монголией вместе со своей семьей погиб Линьбяо. Это был такой и тайский политический деятель, бывшая правая рука, а и наследник Мао Цзэдуна считался. А почему погиб, этого не знают сейчас. Почему не знают, но довольно-таки скоро после его гибели, насколько я помню, началось вот это вот обличение банды четверых, и Линьбяо был уже как бы признан неким заговорщиком. Но все равно все осталось в понимании, как он погиб. Это было уже в 75-м, а в 6-м… Да, 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 позже, позже, позже началось, я говорю, после этого уже. Да, вот до сих пор причины… В небе над Монголией, да, это я помню, тоже у нас сообщалось. Об этом-то сообщалось у нас по телевизору. Хотя с Китаем мы тогда уже не особо дружили. Ну что же, у нас в Ирове-то было в 71-м. Так же ведь ходили на танцы. В этом году, конечно, уже совершенно другой смысл. Стали приобретать танцы. В основном центральная площадь – это была Халтура. Коровский. Да, Коровский. И там машин… Кто не помнит, Коровский – это название Кор-клуб. Октябрьская революция – это клуб, сейчас дом ДКЖД. Потому что многие не понимают, что руслан зовут. Там был деревянный, синего цвета, барачного типа. Клуб октябрьская революция. Там, где сейчас, по-моему, налоговая стоит. Вот. И с наступлением тепла, это уже в мае. Но Халтура она всех собирала. Все районы города. Потому что, во-первых, большая была площадка. Была на свежем воздухе она. Музыканты хорошие были. Можно было там повертеться на аттракционах. Там были интересные, кстати, в этом… Халтуринс и пар – это нынешний Александровс и сад, если я уже забыл. Там были, например, аттракцион рядом с танцплощадкой. Были два самолета. В каждом можно было залезть двоим. И вот они начинали рутиться, а потом-то они на основании, на котором висели, поднимались сверх и почти горизонтально по кругу летали. Потом еще уже многие забыли. Был такой простой, но забавный аттракцион, особенно для поддатых мужичков. Была просто круглая площадка в виде арены. Туда запускали толпы. И она начинала вертеться вначале медленно, потом быстрее. И потом надо было устоять. Вот самое хитрое – это в центр, потому что меньше центробежной силы. Остальные прямо уборем ходились куда-то. Была такая мосточка, да, но веселая, веселая была. Сейчас забыли комнату смеха. Да, с кривыми зеркалами была комната. Тоже была, ходили, 10-10 эпеечек. Вот сейчас все свободно гуляют по набережной. Это проходит, и совершенно незаметный переход на территорию Александровского сада. А тогда были большие, большие. И заборы стояли другом. И запирали литку вот эти на аллею уже в саду, потому что на танцы уже по билетам надо было проходить. Но самое отважное – лезли через заборы, вот через этот забор там пытались проникнуть. А у заборов гуляли дружинники. Дружинники ловили тех, кто пытался перелезть. Было такое, да. Ловили слишком буйных, кто и, в общем-то, плясал. Говорили, вы нарушаете рисунок танца. Да. А дружинников возглавлял очень известный у нас персонаж. Он этим гордился. Я с его рассказов как раз рассказывал, как он ловил. Евгений Тимофеевич Дерешев, который... У них было будучи. Это вот если заходить в пар, то возле нынешней сцены справа был деревянный дом с печь. И мне где эти дружины и базировалось. Им выдавали повяз. И вот именно лице дружинник. И они с завистью смотрели. Им хотелось под эту же музыку, а подо что танцевали тогда. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся и прочее. Не плачь, девчонка. Люди встречаются. А знаешь, какая была самая популярная песня этого года, кстати, по опросам? Я никогда бы даже не подумал. Я посмотрел специально. Есть разные там варианты. Есть там «Свадьба», «Магомай», и всё. А самая популярная песня в народе была песенка «Крокодилы, гены». Да-да-да. Как раз вышел мультик, и она катила под все события. Дома её пели, на свадьбах пели. Где только не было, везде пели. Но она была не на танцах, она была в ресторанах. Она была такая ресторанная. И в ресторанах-то её пели другом, и в подарок ставят нам, пожалуй, бутылочку. Да-да-да. Разные варианты были. Не знаю, в иросских ресторанах. Ну, я тогда тоже ещё не ходил в рестораны. Но да, эта песня... Меня удивило то, что вот как бы... Ну, есть статистика, там, по радиопрокатам, знаешь, но всё равно она же навелась в то время. Вот она была самая популярная, самоисполняемая песня, вот такая официальная. Ну, в 71-м уже вот эта халтура, она, в принципе, была зоной примирения, но всё равно возникали конфликты. А милиция в ту пору ездила на мотоциклах с Алясой. Был жёлтый мотоцикл с синей полосой. Нарушители в коляску. Динамика, нарушители в коляску. Иногда из этой же халтуры выходили танцующие бывшие и начинали драться прямо вот у входа. И поэтому этот мент на мотоцикле, он вот так ругами ездил, разгонял. Ну, там обычно же был лозунг, пойдём, выйдем, вот выходили, да, разбираться. Ну, там было, да, выйти, Устов, но там же дружины из Дережа сидели в засаде, поэтому особо... Город уже в 71-м поделился, в принципе, вот он уже приобрёл очертания и поделился на, скажем, зоны влияния вот эти, ну, подростковые банды, не банды, но группировки. Воровые группировки такие были, они, да, сформировавшиеся, да. Машин «Зелён Оровс» и «Центр...» «Сороковой», «Автобан» начинался туда, переселение шло большое туда, в район Чапаева, и там автобан уже начинался. Это сохранилось до 2000-х, пожалуй, но тогда ещё вот не писали там «Зелён Роли» там или «Автобан Роли» ровно сверху, это уже пришло... Это позже было. ...позже 90-м, а тогда, в принципе, все знали. Ну, тогда, в принципе, это просто спрашивали, ты откуда, что писать-то, да, да, да. Ты вот, пацан, откуда, ну, вали отсюда, вот, нормально было всё это время. А мы были центровые ребята, мы в это не вмешивались, а стояли под самыми клонками на сцене, вот у группы, там, там, кроме нас, тусовалась золотая молодёжь, обычно ещё джинсовый бум не начался, но они уже были в стюмах, уже жевали резинку, уже продавали эту пластин, жевач и по рублю, если билет стоил дешевле на танцы, чем вот это, но считалось... — Это было очень круто. — В 1971-м это только начиналось... — Вот только это начиналось туда ещё. — Да, это всё пришло позднее, но вот в ляшах в огромных, там, с волосами, ещё и рашенными перьями, ну, всё-таки это всё, да, вспоминается, но что же у нас эпохального-то свершилось в 1971-м году? Ну, был сдан эксплуатацию и приборостроительный завод. Вот, работать на нём считалось престижным. — Это было новое предприятие, да. — Потому что там не было этих гремучих, грязных, там, шумных, пыльных цехов, всё-таки были и это тихие. Вот у нас уже позднее, даже в 1975-м школе, чуть ли не по путёвкам туда, комсомольским отбором был, вот такой был завод новый запущен, а теперь что от него, по-моему, овощная база была. Хотели как-то даже автозал туда переносить где-то в 90-е. Ну, вот не поверите, ЦУМ открылся в 1971-м году. — А что не поверите, он на самом деле открылся в 1971-м году? — Да, кажется, он вечно был, а всего лишь в 1971-м. — Причём, слушай, ну вот мне было 12, тебе, наверное, 13, да, в этом году. Нам в ЦУМе особенно нужно ничего не было, но мы же туда ходили просто посмотреть. — На экскурсию, избегались уроков. — Да, ходили посмотреть, потому что интересно, там же совершенно новое было торговое помещение, вот таких у нас не было для него. — И это и пластинский отдел был. — Отделы были просторные, мы же до этого ходили всё в старый универмак, да, вот условно говоря, а тут уже всё по-другому было сделано, такие большие отделы, удобно. — Я в старый универмак, помните, там была между дверями висела в 70-е годы штуковина, бросаешь монетку, и тебе прямо в глаза эта струя лона распылялась, вот шипра. — По-моему, уже в 1971-м она пропала, мне кажется. — Да, пропала. — Сломали, скорее всего. — И в банях такие же были. Но ЦУМ открыли до... ЦУМ, это, конечно, был долгострой, такой года три там строили вот эти, торчали бетонные и лонны, на которые потом... — Ну, ты сам жил рядом. — До этого, до ЦУМа, многие интересуются, что же там было. Там была футбольная площадка от сельхозинститута, когда ещё стадиона прогресса не было. Там была футбольная поля, были ворота из жердей, была тропин, это на ИССО, это от Атябрьс-Эворос, чтобы этот угол не обходить. По периметру росли усты, там было, ну, такое небольшое, опытное поле сельхоза, потому что сельхоз-то, он ведь планировался вообще, вот, глобальная территория от Атябрьс-Эвороса до Горьева со всякими там службами, структурами, вивариями, конюшнями, свинарьями и прочее, вот, и домами для студентов, квартиры для преподавателей, вот, а тут ЦУМ решили построить. — Ну, там одновременно буквально сразу эти ЦУМ и стадион прогресс появился, потому что в 2012 году, когда мне было 12 лет, он уже был. — Были и бара, и на месте ЦУМа, вот, бара и от завода физприбор, там, и от стильной фабрии, и вот расселили эти бара, и вот ЦУМ, это было событие, его открыли вначале, пригласили, конечно, у нас власть придержащихся, эти структуры, и сходили, посмотрели, видимо, может, даже отоварились, потом быстренько этот ЦУМ закрыли на пару недель, или сходили на передел, а потом недодел и устранение, видимо, что-то, а потом запустили. Но вот мы даже из школы сбегали, потому что интересно было, стояли там советские мопеды, эти зеленые мотороллеры рвят штабелем прямо это наваленное на друга. — И там просто было приятно даже на улице постоять, потому что это новое красивое здание, стекло, бетон, тут эти ограждения, знаешь, были эти же трубы такие, на них сидишь, смотришь, люди ходят, очень здоровское место было. Жень, давай сделаем вершую перерывчик, сейчас буквально на рекламу и вернемся. Сделано в ветке Мы продолжаем нашу программу «Сделано в ветке» в студии по-прежнему Николай Голиков, а в гостях у нас точно так же по-прежнему Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Мы говорим про 1971 год. — 1971 год. Вот сижу, до сих пор передаюсь воспоминаниям о ЦУМе, о том первом ЦУМе, только что появившемся. Вот почему долгострой, хочу уточнить. Решение строить ЦУМ было принято еще в 1961 году, когда на плане отвели земельный участок. А фактически строили его с 1963 по 1971 годы. — Восемь лет. — Вот, открыли его в январе. Видимо, решили праздник сделать. — Не забываю, в 1971 году у нас в начале года еще тогда был 24-й съезд КПСС, возможно, с съездом его открыли. Он где-то по весне был, не помню точно, когда. И ЦУМ этот дал 300 рабочих мест городу, что, в принципе, было немаловажно. — Нет, но он, кстати, отличная точка. Он и ассортимента добавил довольно-таки много, потому что, возможно, потому что он новый открылся. Поначалу уже было очень интересно. Да и потом, просто потом вся торговля перешла в подполье, скажем так. То есть там продавщицы очень ловко все торговали из-под поля. — Ну, не только продавщицы. Вот еще в 70-е у нас и студиозусы бегали, и сельхозинституты. Например, если выбрасывали, ну, постарше, например, это известный Эщеев, который пасечный, знаменитый вец и неформал, он в 71-м в школу кончил. Они просто ходили в ЦУМ сразу же после открытия. Например, выбрасывали обувь хорошую, там, ботин и цебота у эфирной были. Они брались, не глядя на размеры, можно с Оль, а там давали в одни руки. А там же, знаете, в советских магазинах и в ЦУМе была система, что, например, длинный отдельчик или там прямоугольный, чтобы толпа туда не рвалась, была бархатная веревочка, вот ее продавщица вешала, чтобы там порцию запустить, чтобы там не слишком было тесно. Потом отоварился и выпускали, снова запускали человек 5-10 и вешали вот эту веревочку. Вот, а такие хитрые люди ушли, близлежащие там студенты, или сейчас бы назвали студенты, они брали обуви и потом омчались, о да, омчались, естественно, в знаменитые чижи. На барахолку. И тут же перепродавали вот то, что в ЦУМе удалось добыть, а перепродавалось там все по двойной и тройной цене. Ну, времена были, что делать. Там тоже были, правда, бездережившие во свои дружине, но риск стоил того, чтобы можно было этим делать. Ну, что еще у нас было в ЦУМе? В 71-м отмечали 400-летие основания Суны. Вот еще раз. В 71-м отмечали 400-летие основания поселка Суны. Это чему? Потому что в 2010 году праздновали его 360-летие. Вот так вот. Но эти фокусы у нас, они как-то распространены. Ну, и Иров-то уже праздновали там. 750 лет в 56-м, и потом сразу на 150 лет меньше. А Казань сделал их хитрее. Сначала 800, а потом сразу 1000. Ну, тоже молодцы. В 71-м году открылся 7-й троллейбусный маршрут. От гостиницы Вятка до площади Лепсе. Он такую троечку разгружал. Вот он там разворачивался. Да, да, там разворот остался. Пророченный маршрут. Сейчас вот, ну, не знаю, троллейбусы, конечно, дышат на Ладан. Еще, кстати, в 71-м ходили эти МТБ-82. Последний списали в 72-м. Вот желто-синие троллейбусы, кто не помнит. И вот в прошлом году, в 70-м, я упоминал, что запустили у нас на автовазе производство ЭПЕ. Вот я уточнил. Да, первая ЭПЕ появилась в Ирове 1 июля 71-го года. Вот говорят, жива до сих пор. Она была куплена в городе Слободском. Стоила она 5500 рублей в 71-м году. Ну, при средней зарплате, это 110-120, наверное. 120 рублей. Где-то. Что вот интересно бы судьбу ее отследить. В 71-м был подстрижен в монашество Фрисанф. Вот. Большую он потом. И не только подстрижен в монашество. В этом же году он возведен в Сан-Архимандрита. Вот большая судьба была. А с другой стороны, погиб в тюрьме авиацкий диссидент и православный деятель Борис Талантов. И вот разные... Параллели такие интересные возникают, да. Вот в ходе такой мирной космической конкуренции США нам, конечно, все равно преподносили по телевизору. Ну, без таких часов ненависти, но все-таки вот интересные люди всплывали у нас в СССР. Например, в 71-м весь мир и в Ирэве мы по телевизору узнали, что-то была учрявая. Анжела Дэвис. Неизвестно, да. Неизвестно, чем... Такое ощущение, что ее в СССР знали больше, чем в Америке. Нет, точно. Это довольно для Америки. Худиган – это неформал. И поэтому вот уже с 71-го очень популярное имя в СССР и в Ирэве стало Анжела. Причем по-разному. Либо Ан-Дежела, либо Анжела. И вот сейчас эти тетки, кому уже за 50 далеко, они носят... Анжела Сергеевна. Анжела Сергеевна. Лично знаю несколько таких. Да, Анжелу Дэвис забыть невозможно, потому что все пионеры Советского Союза были крайне возмущены американским империализмом, который, так сказать, упек в тюрьму борца за мир Анжелу Дэвис. Я потом как-то интересовался насчет ее борьбы за мир. Она с леваками, с какими-то, правда, тусила, но это так чисто для нее было такое развлечение, не более того. Этот Гарри Сукачев про нее вспомнил тут и вытащил. У него великолепная песня «Свобода Анжели Дэвис». Но тогда вот... Тогда это лозунги были. Мы же ходили на администрации, нас когда вводили, да, брали вот эти вот щиты «Свободу Анжели Дэвис» и этот кудрявый такой сафропрической силуэт. Было такое, хорошо вспомнилось. Хорошее, теплое время, 71-й год, в отличие от их-то стиляжных 50-х, вообще времена вегетарианские, и дружине, и вот, ну, хотя вот в халтуре мы говорили, отлавливали, но у стиля чубы стригли прямо на улицах, и дуд и штаны разрезали ножницами, и такого не было, то есть... Клеша тоже разрезали, но это не массовый был период. Это уже... И волосы уже не стригли там, потому что это было настолько массово, что все-все-все были. И, правда, были случаи когда-то и суровые мамаши там, или бабки, вот когда отпрыс и спали, у них волосатые, то они ночью подкрадывались и опармывали их ножницами даже... Но в школах, тем не менее, Жень, как бы не разрешали носить ленинные волосы, не разрешали. Ну, да. Были проблемы, вот, у тех, кто хотел это делать. Но, по большому счету, когда человек заканчивал школу... Да, мы 1 сентября, мы всегда пытались зачесать за уши, и шли, мы учились в 37-й школе, и на пороге стояла церберная зауч Тамара Григорьевна, которая разворачивалась, стричься, стричься, стричься. Да, 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 то же самое было. Мы собирались, за 10 эпи шли чуть-чуть, условно подравнивались, и у нас был праздник. Называлось, сделайте покороче, называлось чуть-чуть. Мы уже в старших классах, мы обычно брали какой-нибудь портвейн розовый номер 15, который стоил 1 рубль 15. Рубль 15. Физприборов в гастрономии, и куда-нибудь, либо в теплое место, а теплое место и тихое, и для этой цели очень подходящее. Это был огромный зеленый парк в Герцинге. Там был меч, и там никто не гонял, и там. Либо уже вот куда-то музыку кому-то ходили слушать. Ну, это уже попозже немного. Ну, вот, все-таки мы говорили там про песен Аркадила Генны, которую пели все. Ну, она просто цепанула всех из мультфильма. И этот год, год гениальный, был в отношении музыки, и вот, и роме оперы «Jesus, рай, суперстар», вот, которая доходила еще в магнитофонных записях в основном, год дал десятки великолепных произведений, в том числе «Ченнис Джоплин», напела свой альбом «Пёрл Ледзеппелин», выпустили четвертый диск. Без лестницы на небеса мир сегодня трудно представить. «Роллинг Стоунс» записали альбом «Стики и Фингерс», «Джон Леннон» «Imagine», «Слейд» спел песен «Оса скрипачки», вы помните, «Оса лавви». «Оса лавви», да. На кривом английском названии написано было. Да, и «Риденс» выпустил тоже свою знаменитую песню «Have you ever seen the rain», которая стала антивоенным гимном. Там вот нельзя было, может быть, где-то на войне во Вьетнаме говорить об окончании, но песня «А то остановит дождь», она подразумевалась, «А то это». Ну, а у нас, кроме вот «Люди встречаются», это хит сезона, пели из бумбараши «Журавль по небу летит» и до сих пор поют. Ну, слушали петь ее сложно песен «По шпаге» Андрея Миронова, а самое главное, самое главное, маршировали в армии. «Не плачь, девчонка, пройду, дожди, Лев Лещенко». Ну, вот так вот и жили. «Солдат вернется, да. Ты только жди». Ну, хороший год был, да? Хороший год. Хороший, спокойный советский год. Хороший годов впереди. Да, вот это вот самое такое. Все, наверное, 70-е, они были неплохие. Я думаю, что отужил в это время, тебя всегда с удовольствием. Ну, вот я благодаря части вот этой программы вспоминаю эти годы местами, да? Ты что-то говоришь и вспоминаешь. Воспоминаю на самом деле было довольно-таки такое теплое время, да? Вот не в смысле погоды, в смысле такой какой-то общественной обстановки, что ли. Было спокойно, уверенно во всем, нормально. Пятилетки выполнялись худо-бедно. Люди зарплату получали вовремя, получали жилье. Что еще нужно было? Учились мы в школе, хулиганили, как положено. Ну, все было нормально, все было правильно. И будущее было, и... И будущее нам рисовалось там. Безоблачный, мы коммунизм еще верили по-прежнему в своем юном возрасте. Ну, что ж, наверное, мы покинем 71-й год гостеприимный. В следующий раз мы с тобой в 72-м уже встретимся. Хорошо, мы с тобой за две недели целый год проживаем. Вообще здорово. Жень, спасибо. Напомню, что в гостях у нас был Евгений Питунин, краевед, историк, директор. Да, приятного вам ностальгирования. Да, ностальгирования. До встречи в 72-м. Возвращайтесь пока в 2019-й. И, кстати, всех вас ждем в космонавтике. Всего доброго. Сделано в ветке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова